Добрый вечер, в эфире Вести Крачево-Черкесия. В студии Ярослав Щегланов. Смотрите в нашем выпуске. Ни одно обращение не осталось без внимания и по каждому было принято решение. Сегодня глава Крачево-Черкесии провел прием граждан. Каким был 2021 год в Прикубанском районе? Глава Мухаммад Амин Чумаев рассказал общественности о проделанной работе, о достижениях намеченных планов. Это праздник людей, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни незнакомых людей. Сегодня отмечается День Донора. Реку Большой Зеленчук в очередной раз пополнили мальками фореля. Акцию по зарыблению провели сотрудники филиала Росгидровой Республики. Сегодня глава Республики Рашид Тимрезов провел прием граждан, заявители, представители разных городов и районов. Традиционно обращались с вопросами благоустройства, строительства инженерной и социальной инфраструктуры. По итогам приема граждан приняты ряд решений. Так осенью завершится строительство более 20 километров водопроводов в ауле Сарытюз. Будет построено около 4 тысяч метров газопроводов в новом микрорайоне аула Псыш для реализации программ социальной газификации. В 2023 году стартует капитальный ремонт здания школы номер 6 Черкеска. Одновременно начнется строительство нового корпуса к этому же учебному заведению на 400 мест. В селе Очкикен уже в этом году появится модельная библиотека. А в Зеленчукской и к концу года построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Глава республики поручил также рассмотреть возможность строительства плавательного бассейна в станице. В селе Уру появится новый фельдшерско-акушерский пункт. Самое главное достижение в ушедшем 2021 году для Прикубанского района – это отсутствие долгов, долгов за коммуналку, заработной плате, социальным обязательствам. Об этом заявил глава Прикубанского района Мухаммад Амин Чумаев на подведении итогов года. Отчет выслушал Мадина Каркетова. Ушедший 2021 год, который проанализировал в своем отчетном докладе глава Прикубанского района Мухаммад Амин Чумаев, был для района, как и для республики страны, в целом тяжелым из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Но и она имела свои положительные стороны, в первую очередь сплотив людей и позволив увидеть жизнь в совершенно других ракурсах. Ковид показал, что вечная и ценная – доброта, любовь, сострадание, готовность помочь незыблями. Это проявлялось во всех сферах жизни прикубанцев, отметил Мухаммад Амин Чумаев. Особые слова благодарности глава Прикубанского района адресовал медикам, сельхозтоваропроизводителям и социальным работникам, которые в сложный период показали себя с самой лучшей стороны и первые, зачастую бескорыстно, приходили на помощь нуждающимся в ней. Но и основная рутинная работа продолжалась в обычном режиме и достигались успехи. Самые главные основные финансовые и экономические показатели достигнуты. Мы год завершили без долгов абсолютно и даже в большей степени. Была определенная работа по закрутию кредитурской задолженности, если такие показатели взять. Нет долгов по заработной плате, по налогам, по выплате коммунальных услуг. Практически все поставленные вопросы и задачи главой республики и правительством, они выполнены. Глава коротко остановился на всех аспектах жизнедеятельности района. Экология, развитие малого и среднего бизнеса, демографические показатели, меры социальной поддержки, инфраструктура. Проявивших свои профессиональные качества лучше других, глава района отметила особо. Среди них Тамара Аджива, начальник экономического отдела администрации Прикубанского района. Приятно за столь немаловажную награду. Дальше мы будем стараться делать и больше, и в плане экономики развивать. А так очень приятно, конечно. За наградами поднимались доярки, водители, трактористы, врачи, учителя, воспитатели. А для следующей тройки приглашение на сцену стало неожиданным. И связано оно было с трагическими событиями. Не так давно в селе Счастливое хоронили героя Арсена Качиева, погибшего в ходе спецоперации российских войск на Украине и награжденного орденом мужества посмертно. Военный комиссар Прикубанского района Марат Аджиев, заместитель главы администрации Прикубанского района Расул Тиунаев и глава села Счастливое Ануар Бытаев, оба в прошлом офицеры правоохранительных органов, сделали все возможное, чтобы родители смогли достойно придать земле тело своего сына-героя. Их встречали стоя и молча. В беседе с вестями глава Прикубанского района Мухаммад Аминчумаев отметил, подведение итогов года показало, что все сделано не в полной мере. Не все вопросы, конечно, сделаны, не все цели достигнуты, но общий прогресс такой нормальный, позитивный, он сразу чувствуется. Поэтому, конечно, это командная работа. Спасибо всем сотрудникам, главам поселения, депутатам, тем неравнодушным людям и фермерам, которые в трудный год нас всех поддержали. Я реально благодарен им всем. Поэтому район живет и дальше будет. Задачи на текущий год уже поставлены и основные направления в работе, как и в прежние периоды, социальная защита населения, наращивание экономических показателей, улучшение качества жизни людей. Мадина Каракетова, Максим Долгов, Вести, Карачаево, Черкезия. Очередная автоавария произошла по улице Шоссейная у Лапсыш. Водитель автомашины ВАЗ-21-154, 18-летний местный житель при совершении обгона по встречной полосе, допустил столкновение с автомобилем Toyota Avensis под управлением 52-летнего жителя Черкеска, который осуществлял поворот с главной на второстепенную дорогу влево. В результате ДТП в республиканскую больницу доставлены водитель иномарки и пассажир, 40-летняя жительница у Лапсыш. Водитель и пассажир ВАЗ после оказания медицинской помощи отпущены домой. Также на 51-м километре федеральной автодороги Кавказ подъезд к Черкесску водитель ВАЗ-21-120, 28-летний житель Эркен-Шахара выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с КАМАЗ. В результате автоаварии водитель приоры скончался на месте происшествия. Сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и причины автоаварии. А накануне на 260-м километре автодороги Майкоп-Зеленчукская водитель автомашины Toyota Land Cruiser 260-летний житель Зеленчукской допустил наезд на велосипедиста 48-летнего местного жителя, который от полученных травм скончался на месте ДТП. По предварительной информации, велосипедист двигался по автодорожному полотну в попутном направлении без светоотражающих элементов на велосипеде. Сотрудники ОВД устанавливают обстоятельства и причины автоаварии. Водителям мотоциклов, велосипедов и электросамокатов следует помнить о соответствующей экипировке, а также о строгом соблюдении скоростного режима и правил, говорят полицейские. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Большой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 5, днём плюс 16, плюс 18 градусов. Не консервируйте своё здоровье. Сейчас время позаботиться о себе. Лечение катаракты в клинике Тризет – это избавление от катаракты за один день с индивидуальным подбором хрусталика, необходимого именно вам. Запись по телефону 8 800 533 90 82. Экономьте с умом! Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8 938 333 90 00. Черкесск. Встречай. С 19 марта по 24 апреля. Выставка динозавров до нашей эры. ТРЦ «Панорама». Улица Кавказская, 37. Категория 0+. Продолжаем выпуск. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 45 698 человек. Из них 44 366 выздоровели. 30 человек госпитализированы. Сегодня день донора. Этот день посвящен в первую очередь самим донорам, людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. А также и врачам, которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станции, переливание крови. Разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты. В Карачаево-Черкесии многие традиционно сдают кровь, оставаясь неравнодушными к здоровью сограждан. Традиция сохранилась и среди сотрудников полиции. Хотелось бы подчеркнуть, что сейчас идет месяц Рамадан, и несмотря на то, что многие постятся, все равно пришли принять участие в акции. Это очень важно. Почему? Потому что во время акции мы пополняем наш донорский банк. Очень часто в территории нашего учреждения я вижу сотрудников МГД по форме легко определить, которые в индивидуальном порядке приходят и сдают кровь. И вот сегодня также принимают участие в акции. Являясь довольно продолжительное время, сдают здесь уже кровь. Считаю, что это гражданский долг каждого. Являюсь носителем четвертой положительной крови, довольно востребованная кровь в наше последнее время. Поэтому постараюсь никогда не отказывать по возможности приезжать сюда довольно часто. По традиции, к Национальному дню донора присоединились сотрудники регионального управления Федеральной службы судебных приставов и члены Общественного совета при ведомстве. Некоторых из пришедших сегодня на станцию переливания крови судебных приставов можно смело заносить в список почетных доноров. Они по несколько раз в год посещают медучреждения, чтобы помогать врачам сберечь здоровье людей. Разумеется, представители ведомства и члены Общественного совета не могли не принять участие во Всероссийском дне донора. Сдаем мы ежегодно. Я на протяжении 8 лет. Сотрудники еще больше. Сдаю для того, чтобы помочь людям. Говорят, что это очень полезно. Члены Общественного совета при службе судебных приставов в Карачао-Черкесской республике традиционно принимают участие во всех акциях, проводимых службой. Сегодняшний день, который именуется День донора, также не стал исключением ввиду особой социальной значимости. Естественно, и сотрудники службы судебных приставов принимают в нем участие. И мы члены Общественного совета. Карачао-Черкесский филиал «Русгидро» продолжает компенсационные мероприятия, направленные на пополнение рыбных ресурсов в реках республики. Так, гидроэнергетики выпустили более 950 тысяч мальков ручьевой форели в реку Большой Зеленчук. Это уже второе масштабное зарыбление этой реки. Для перевозки мальков форели в возрасте 8-9 месяцев весом около 3 грамм и длиной 6-10 сантиметров каждый был задействован специально автотранспорт. Автомобили были оборудованы всем необходимым для строгого соблюдения санитарных норм температуры и количества кислорода в емкостях. Места зарыбления определены при участии Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства на основе научных данных по исследованию горных рек республики. Количество рыб из года к году уменьшается. Этому способствует хищный вид рыб. В Карачао-Черкесии в последние годы успешно развивается щука. Как известно, щучьим зубам любая рыба не помеха. Поэтому количество форелей уменьшается. Плюс наводнение бакланов тоже истребляет рыбу в Карачао-Черкесии. И в первую очередь, кстати, форель. Достается больше всего ей. Она самая доступная для хищников. Ну и, конечно, безобразное отношение к вылову рыбы со стороны населения. Ловят неограниченно, ловят неправильно зачастую. И самое главное, ловят мелкую рыбу. Ловят на продажу, естественно, количество рыбы уменьшается. Поэтому огромное спасибо компании Росгидра за то, что они компенсируют вот эти убытки в виде запуска рыбы форель-ручевой. Форель-ручевая, салму-труту-морфу-фарио, это интересная рыба, очень красивая. Ну, пожалуй, самая красивая рыба. Это гордость Карачао-Черкесии. Ее называют часто царской рыбой. А почему царской рыбой? Потому что во все времена на царских столах она присутствовала наравне, например, с оситриной. Сохранение биоресурсов – одна из приоритетных задач компании Росгидра. Она выполняется в строгом соответствии с требованиями федерального законодательства в области охраны окружающей среды. Особое внимание уделяется сохранению и восстановлению рыбных запасов рек. Выпуск мальков – не единственное мероприятие, направленное на сохранение рыбных ресурсов Карачао-Черкесии. И последнее. Любители зажигательных кавказских танцев и задорных казачьих песен приглашают на весенний концерт государственного ансамбля танца «Эльбрус» и ансамбля казачьей песни «Любава». Он состоится завтра, 21 апреля, в Доме культуры Черкеска. Билеты можно приобрести на сайте Яндекс. Афиша в кассе и филармонии, в том числе по Пушкинской карте. Начало 18.30. Это все вести прямо сейчас. Смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова